Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Более 500 турагентств из Южного федерального округа приняли участие в региональном туристическом форуме. Сочи его принимает впервые. Сегодня без пробок, в будущем без аварий. На федеральной дороге в Латвевском районе начался спил аварийных деревьев. В Сочи съехались сильнейшие яхтсмены страны. Сегодня открылся первый этап Кубка России и сочинские зимние старты. Блины с комарохи и бой подушками в Сочи проводили масленицу и готовы встречать весну. Российский инвестиционный форум подводит итоги, как и его участники. О важности форума для субъекта федерации, о том, как Краснодарский край оказался в пятерке лучших регионов по экономическому росту, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в интервью одному из федеральных каналов на площадках сочинского форума. Глава края также отметил, что смена времени года и новый формат пошли только на пользу. Российский инвестиционный форум открывает деловой год в стране и дает возможность федеральным чиновникам погрузиться в проблемы регионов. Первый форум в стране, он начинает все форумы, которые будут последующие, мы первые. И поэтому сегодня для нас это принципиально важно, что мы первыми узнаем различные позиции правительства, новые позиции министров, то есть взгляд на развитие экономики. Это площадка, форум, где можно просто министра подергать за рука, поверьте, губернатору. Это очень важно. И в том числе с коллегами обменяться определенными... В хорошем смысле. В хорошем смысле слова. И обратить внимание в том числе на определенные где-то проблемы или, допустим, то, что мы хотим сделать. Такая площадка. Конечно, коллеги. Она нужна сегодня. Она нужна сегодня и бизнесу. Она нужна сегодня и губернаторам. Она нужна регионам. Вениамин Кондратьев также отметил, что с каждым годом форум набирает обороты. В этом году его посетили практически все руководители российских регионов. Повысился интерес и бизнеса. По мнению главы Краснодарского края, это связано с тем, что импортозамещение диктует вектор экономического развития и власти, и бизнеса. Более 500 турагентств из Южного федерального округа приняли участие в региональном туристическом форуме в Сочи. Вообще он проходит в стране уже в третий раз, а Олимпийская столица это крупное мероприятие принимает впервые. О целях и задачах Ольга Десятого. Третий региональный туристический форум стартовал еще 5 февраля. В этом году его принимают по очереди шесть российских городов. Екатеринбург, Уфа, Самара, Казань, Санкт-Петербург. Финальной точкой стал Сочи. Вообще впервые форум открылся в 2016-м, тогда, когда популярные Турция и Египет оказались закрытыми для россиян. Между тем, жителям страны необходимо было обеспечить качественный отдых. Тогда и был придуман региональный турфорум, рассказали организаторы. Мы увидели, что на тот момент абсолютно отсутствовали механизмы оперативного маркетинга и продвижения наших внутренних курортов. И первый региональный туристический форум, он, собственно говоря, задумывался и был реализован как форум по продвижению Сочи и Крыма. В третьем региональном туристическом форуме в общей сложности приняли участие более трех тысяч человек. В Сочи, например, приехали представители более чем 500 турагентств из Южного федерального округа. Для них в рамках Конгресса выставки, семинары и презентации туристских продуктов. Свою провел и Сочи. Кстати, презентация курорта в разных городах страны, которые регулярно проводит мэр Анатолий Пахомов, отдельно были отмечены организаторами форума, как эффективный инструмент продвижения курорта. В каждом городе мы проводили презентацию, в каждом городе мы раздавали наши событийные календари и до всех доводили информацию о туристских возможностях города. В числе плюсов был отмечен и богатый событийный календарь Сочи, который качественно выделяет город на фоне других внутренних пляжных направлений в стране. В числе минусов – пассивность со стороны местных ательеров, которые прилагают недостаточно усилий для привлечения туристов на курорт. Говорили на форуме и о предстоящем летнем сезоне. Помимо туристов, в Сочи приедет и армия футбольных болельщиков. К слову, курорт одномоментно может принять 200 тысяч отдыхающих. Одним словом, Сочи справится и с таким наплывом гостей. В Сочи очень хорошо выглядит, гораздо лучше, чем многие другие города и в части готовности, и в части готовности по приему, в части готовности инфраструктуры обслуживающей и в части качества обслуживания. Поэтому я думаю, от кого от кого от Сочи никто не ожидает каких-либо проблем. В дни проведения чемпионата мира по футболу Сочи ожидает принять около миллиона туристов. Кстати, персонал отелей до старта матча Мундиаля пройдет краткий курс обучения по международному гостеприимству, такой же, как в преддверии Олимпийских игр. Владимир Пучков в Сочи вручил награды отличившимся сотрудникам ведомства. Глава МЧС проверил готовность сил и средств в Центре подготовки спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда. Он провел смотр оперативной дежурной смены и техники, а после встретился с личным составом. Владимир Пучков вручил сочинским пожарным и спасателям ведомственные медали за отличие в ликвидации последствий ЧС и за отвагу на пожаре. Награды получили 15 сотрудников ЮРПСО и 10 сотрудников отряда Федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю. Министр поблагодарил пожарных и спасателей за проявленное мужество во время спасательных операций и за самоотверженность в экстремальных условиях. Сотрудники МВД России предотвратили заказное убийство семьи в Сочи. Убить своих родителей сестру решил 22-летний местный житель. Сотрудникам управления уголовного розыска поступила информация о том, что 22-летний житель в Сочи занимается поиском киллера. В ходе проверки информация подтвердилась. «Было установлено, что молодой человек намеревался получить наследство, избавившись от своих родителей и малолетней сестры. Все дальнейшие действия подозреваемого и возможного исполнителя преступления находились под полным контролем сотрудников полиции. Фигурант был задержан в момент передачи части денежных средств». Сейчас все собранные в процессе оперативно-розыскных мероприятий материалы и задержанные переданы в Краевое следственное управление. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. И к другим новостям. Накануне в Сочи из-за выбежавшей на дорогу собаки пострадали два ребенка. ДТП случилось на улице Разина в 14.50. По предварителям данным, автомобиль «Киарио», за рулем которого был 36-летний сочинец, ехал в сторону улицы Декабристов. На дорогу выбежала собака. Водитель от неожиданности резко повернул направо. Автомобиль занесло, он выехал на обочину, врезался в бетонную стену. После этого еще проехал по обочине и остановился. В ДТП пострадали двое детей. Они были пристегнуты ремнями на заднем сидении, что помогло избежать тяжелых травм. Еще одна авария произошла в Сочи. В субботу в ней пострадали пять машин. Видеозапись места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, авария произошла на дороге, которая ведет к кладбищу Носимашка. По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей. Две фуры, мусороуборочная техника и два легковых автомобиля. На записи видно, что на дороге после столкновения рассыпался мусор. Один из грузовиков перевернулся на бок. Сообщается, что пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются. Сегодня без пробок, в будущем без аварий. На федеральной дороге в Лазаревском районе начался спил аварийных деревьев. Работы ведутся так, чтобы не создавать транспортные заторы. Более того, в районе начались и другие работы по благоустройству. Ехать вдоль субтропической зеленой стены, конечно, красиво, но бывает и опасно. Особенно, если над дорогой нависает дерево. На встрече с главой города общественники попросили решить этот вопрос. Анатолий Пахомов поручил проинспектировать деревья вдоль федеральной трассы. Только в Лазаревском районе межведомственная комиссия обследовала тысячу деревьев. На 250 из них получено разрешение на спил. Эту работу администрация города проводит совместно с управлением федеральных дорог Черноморья. Чтобы не создавать многокилометровые пробки, все действия рабочих продуманы до мелочей. Пока работает бензопила, экскаватор придерживает ствол. Потом он упадет в точно рассчитанное место. Еще минута и обрублены большие ветки. После этого ствол сразу же оттаскивает в сторону спецтехника. Бронспойтом смывают труху с трассы и все, проезд открыт. Остальные работы завершатся уже на обочине. На данный момент мы подходим к следующему этапу. Мы смотрим краевые дороги, которые идут у нас к сельским территориям по территории Лазаревского района. Создаются сейчас такие же комиссии, чтобы посмотреть вот эти участки дорог. Там уже мы совместно с Дагомысским ДРСУ будем планировать ситуацию по спилу на этих участках. Внимание не только к федеральным дорогам. В Дагомысе, например, на Батумском шоссе завершается ямочный ремонт. В общей сложности заасфальтируют более 50 квадратных метров. Рядом на мосту, соединяющем Батумское шоссе и улицу Гайдара, заменили покрытие и обустроили пандус. А выше по течению реки Восточный Дагомыс вообще решили давнюю проблему. Одним из самых проблемных моментов у нас являлся коллектор реки Ира, который десятилетиями не чистился. В связи с чем именно в сезон дождей у нас нередко были затопления, прилегающие территории. И наконец-то эту проблему мы решили. Весь коллектор почищен длиной около 380 метров. В настоящее время эта проблема в поселке-микрорайоне Дагомыс она исчезла. Завершается в районе ремонт дороги в село Барановка. К работам подключились местные предприниматели. Сегодня готовность почти 80%. Сдать полностью готовый объект планируется в марте. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Департамент городского хозяйства отчитался о проделанной работе первому вице-мэру Сочи. Мугдин-чурми третий год курирует отрасль жилищно-коммунального хозяйства. За это время в список решенных попали десятки вопросов, в том числе застарелых. Работа департамента городского хозяйства одна из самых заметных в городе. Поэтому перемены в отрасли незамеченными не остаются. Решенными специалисты называют вопросы переселения из ветхого аварийного жилья, обращения с твердыми коммунальными отходами, ремонта многоквартирных домов, в том числе замены лифтов. Сочи развивается, а потому принимает новые вызовы. Специалистам приходится решать новые задачи. Это и замена водопроводных сетей, теплотрасс, реконструкция котельных по новым системам отопления. Меняется и система уборки бытового мусора. Причина – борьба с неучтенными отходами. Жители города уже видят, что мы проводим титаническую работу по изменению дислокации контейнерных площадок, убирая их из публичного доступа для того, чтобы уменьшить субсидирование спецавтохозяйства. Иначе мы тратим огромные деньги на вывоз бросового мусора, который никем не оплачивается. Такого у нас около 50%. И в этом вопросе муниципалитет готов оказать помощь управляющим компаниям. Такая форма работы сократит и массу неплательщиков, уверены власти. К слову, за последние два с половиной месяца спецавтохозяйство заключило 120 договоров с юридическими лицами на почти 10 миллионов рублей. В Сочи прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, действующие военнослужащие сочинского военного гарнизона и школьники. Главное – это связь поколения. Об этом со сцены говорили все собравшиеся. Дети должны знать не только о тех, кто когда-то отвоевал мирное небо, но и о тех, кто бережет наш покой сегодня. Это связь поколения. Молодежь видит и начинает понимать реально в живых людях, видит историю нашей страны, историю защиты нашей Родины, историю нашего воинства святого. И я думаю, что это нужно, обязательно нужно делать, не только по празднику. Ему и всем присутствующим защитникам России глава города Анатолий Пахома выразил слова благодарности за преданность и верное служение Родине. Для всех жителей России отметил мэр Сочи – это общенациональный праздник. Он посвящен тем, кто честно служит своей стране, отдает ей все силы, энергию, знания, живет интересами своей Родины. Очень важно, чтобы наша молодежь, наши сыновья и внуки были достойными преемниками славы своих предков, спасших мир от коричневой чумы. И сегодня в городе Сочи более 650 юнормейцев и более 2000 членов Союза казачьей молодежи Кубани. Эта огромная армия относится к сильному, умному, красивому и здоровому поколению патриотов. В этом году в День защитника Отечества исполняется 100 лет со дня создания Красной Армии. Праздничные концерты пройдут во всех школах и досуговых центрах курорта. 23 февраля состоится торжественное возложение венков и цветов к мемориалу в микрорайоне Завокзальной. Папа, мама, я – спортивная семья. Спортивную эстафету провели сочинские полицейские. На старт они вышли вместе с семьями. В состязаниях приняли участие дети сотрудников сочинского УВД. Ребята и их родители демонстрировали свои навыки в ловкости, скорости и выносливости. Конечно, присутствовал и азарт, и дух соперничества. Но главное, ради чего и затем был турнир, теплая дружеская атмосфера и море положительных эмоций. Сегодня в УВД по городу Сочи проводятся мероприятия, приуроченные празднованию Дня защитника Отечества. Данное мероприятие направлено на поднятие военно-патриотического воспитания среди сотрудников органов внутренних дел, а также и молодежи. Самым интересным элементом спортивного праздника стали соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. По итогам соревнований первое место у семьи Парфеновых, второе у семьи Разореновых, третье у семьи Фастовых. Но приятные подарки в завершении турнира получили все маленькие участники. 19 февраля у православных начался Великий пост. Длится он будет, как обычно, 40 дней. Традиционно ему предшествовала Масленичная неделя. На курорте она завершилась воскресными народными гуляниями в парке Ривьера. Бесплатные угощения, конкурсы и концерты, аттракционы и представления. Среди гостей – 500 семей с особенными детьми, которые получили персональное приглашение на большой праздник. Провожать зиму и встречать весну в парке Ривьера собралось рекордное количество сочинцев. Артистов-народников зрители буквально окружали и пританцовывали. Обой подушками заставил понервничать любителей народных забав. Гости парка то и дело забирались на бревно, как повелось еще на Руси, чтобы проверить свои силы. Овации зрителей и надежные руки скоморохов заставляли участников бороться до конца. Особенно волнительно было вести бой тем, кого поддерживал глава курорта. Анатолий Пахомов не смог пройти мимо масленичных забав. Пока одни веселились на улице, другие приготовились провести масленицу в компании дельфинов. Представление специально для тех, у кого, может быть, не всегда есть возможность всей семьей сходить в сочинский дельфинар. Среди зрителей – дети-инвалиды и многодетные семьи. Приглашение в дельфинарии на масленицу 500 семей накануне получили от благотворительной организации «Лига женщин. Мост. Добра». Замечательно. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Очень классно. Еще хочется доходить. Даже хочу сказать, белухи прыгали, веселились. Коммуникация нам нужна обязательно. Так что очень рада, что у нас в городе дается возможность таким деткам развиваться, коммуницировать. Надеюсь, все это будет продолжаться. Виновники масленичных подарков – общественная организация «Лига женщин. Мост. Добра». На протяжении восьми лет в тандеме с городскими учреждениями, бизнесменами и всеми, кто просто не может себе позволить остаться в стороне, сотни сочинских семей, оказавшихся в трудной ситуации рядом с надежным плечом. Получается очень удачное такое сообщество, и мы этим гордимся. Мне кажется, то, что делается у нас в городе, не делается ни в одном городе в России. Потому что мы действительно в нашем городе любим наших детей, ценим. И все мы вот тут, и врачи у нас, я же говорю, и учителя, и педагоги, мы все работаем в комплексе. Тот, кто по каким-то причинам обошел дельфинарий мимо, точно не пропустил другое шоу – конное. Полюбившиеся многим лошади снова удивляют зрителей своими возможностями. Кстати, у зрителей здесь появилась возможность не только посмотреть, но и оседлать жеребца. И все-таки центром притяжения в парке Ривьера стала чучела масленицы. По традиции, все собравшиеся пишут записки. Одни для того, чтобы все плохое ушло вместе с огнем, другие делятся мечтами и целями. То, что идет, первое я и пишу, что хочется отпустить из своей жизни и больше привлечь счастья, любви и радости. Чтобы на глазах были слезы от радости. Сочинцы прогнали зиму с песнями, плясками и улыбками. Они точно знают, что в самом лучшем городе будет, как всегда, самая яркая, самая теплая, объединяющая всех весна. Поздравляем! 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 В Сочи съехались сильнейшие яхтсмены страны. В акватории Черного моря стартовал первый этап Кубка России и сочинские зимние старты. Порядка 200 спортсменов в рамках регаты будут бороться и за звание сильнейших, и за право на участие в летнем чемпионате страны. В сочинской гонке принимают участие яхтсмены самых разных уровней. Здесь спортсмены, выступающие в классах лазер, радиал, финн, чемпионы будут рассекать волны в олимпийском классе гоночных яхт, так называемом 49-м ФХ. Среди сильнейших и Эдуард Скорняков, который защищает честь сочинской школы. На прошедших зимних сборах яхтсмен готовился к новому сезону сам, а еще помогал младшим товарищам. Если Эдуард готовится к чемпионату, то юные сочинцы соревнуются в рамках городских зимних стартов. Лучшей тренировки, как регата, нет. Я, допустим, в одиночке классе. Я один не хожу. Естественно, с нами ходят и молодые, перспективные. Они принимают, видят все это. Им проще потом в будущем. Своих воспитанников на первый этап Кубка России привез и Андрей Старцев. В недавнем прошлом он был главным тренером сборной страны и готовил спортсменов к Олимпиаде в Рио. Сегодня к Олимпийским высотам готовит подрастающее поколение. Получив такой, конечно, большущий опыт вообще международных связей и как тренируются великие спортсмены в мире. Сейчас это все, конечно, мы пытаемся переложить на молодых, чтобы они быстрее достигли больших успехов в нашем спорте. У нас чемпионат мира в этом году отборочный, первый лицензионный на Олимпийские игры. Он будет в Дании летом, в августе месяце. И сейчас вот идут первые этапы отбора на сборную команду страны для участия в этих соревнованиях. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...